Фрэнк Херберт. Крысиные гонки. Для вас читает Мещеряков Артём. Прошло уже 9 лет с тех пор, как Льюис стал начальником отдела криминальных расследований. Начальником его был шериф Джон Гзернак. Именно в этом отделе из отдельных улик составляли целостную картину преступлений. И все же Льюис не был подготовлен к неожиданностям, как Х. Г. Уэллс или Чарльз Форд. Когда Льюис произносил слово «чужак», то он имел в виду иностранцев, на которых не распространялись американские законы. Конечно, он знал о жукоглазых. В его представлении это были чудовища с горящими глазами. Изредка он все-таки почитывал фантастику. Но это был просто образ, а большинство случаев, описанных в этой литературе, не имели ничего общего с полицейскими буднями. И вдруг эти неожиданности в морге Джонсона Тула. Шериф ожидал его в кабинете, когда Льюис прибыл туда в начале девятого. Это был мужчина с лицом уэльского типа и темными волосами. Его глаза, как кусочки нефритов, сверкали из-под густых бровей. Кабинет представлял собой комнату с высокими потолками и оштукатуренными грязными стенами. Он располагался на первом этаже окружного здания суда в Бенбери. Под единственным окном кабинета была чугунная батарея. Справа висел календарь, где была изображена девица, одетая только в нить жемчуга. По обе стороны прохода располагались два стола. Тот, что слева, принадлежал чернокожему Джо Уэлшу. Второй, с рубцами ожогов на поверхности, занимал Льюис. Льюис подошел к столу, просмотрел бумаги, почтительно поглядывая на шерифа. Он видел перед собой толстейшего мужчину со славянского типа лицом. Тот приспособился на стуле под календарем и изредка поправлял свою коричневую шляпу, прятавшую его лысину. — Привет, Джон, — сказал Льюис, выбрасывая бумаги в корзину. — Как жена? — Ишиас уже не так ее беспокоит, — сообщил шериф. — Я приехал, чтобы рассказать тебе о том, как гангстеры прыгают со страниц отчета в корзину. Сегодня рано утром бродяги отыскали двух нафаршированных жмуриков. Мы передали их на последний концерт. — У них не будет времени, чтобы там чему-то научиться, — ответил Льюис. — Нашлась блатная работенка и для тебя, — продолжал шериф. — Возможно, что нам удастся поймать кого-нибудь при помощи пера и чернильницы. Он встал со стула. Дог Баллормайн делал вскрытие дамы Кирина, но оставил бутыль с ее внутренностями в морге Джонсона Тула. — Сможешь найти бутыль и принести ее в больницу? — Без вопросов, — согласился Льюис. — Но держу парей, что умерла она своей смертью. Вся бутыль заполнена ее остатками. Она была знатной алкоголичкой. — Вполне вероятно, — согласился шериф. Он остановился перед столом Льюиса и посмотрел на календарь. — Неплохая бутылочка. Льюис ухмыльнулся. — Когда я разыщу подобную девочку, то непременно женюсь. — Ты это сделаешь, — пообещал шериф и легкой походкой покинул кабинет. Было уже половина девятого, когда Льюис добрался до морга. Места для парковки там не было. За следующим углом, Коув-стрит, он свернул направо и въехал в переулок, где располагался гараж морга. Северо-западный ветер, угрожавший штормом всю ночь, танцевал по верху машины. Льюис посмотрел на серое небо и решил, что плащ ему не понадобится. Он прошелся вдоль гаража, нашел приоткрытую дверь и нырнул внутрь. Здесь был коридор с тремя сваленными металлическими баллонами, которые обычно используют для хранения кислорода и ацетилена. Льюис не мог понять, зачем в морге понадобилось подобное оборудование. Коридор заканчивался в фойе, покрытым коврами и пахнущим мускусом. На двери была прибита табличка с надписью «Офис». Льюис прошел через фойе и вошел в комнату. За стеклянным столом в углу расположилась личность явно скандинавского типа. Справа от нее в дубовой рамке висела цветная фотография Маунт и Лассена. Под ней маячила табличка «Покой». Перед мужчиной лежало описание погребальной церемонии. В левом углу стола в латунной чаше покоился шар. Он испускал писк при малейшем приближении Льюиса и наполнял комнату тяжелым цветочным запахом. Мужчина вытащил из-под стола бумаги и отложил ручку. Льюис узнал его. Это был Джонсон, совладелец морга. «Могу ли я вам чем-то помочь?» – вежливо поинтересовался содержатель похоронного бюро. Льюис изложил свое дело. Джонсон выставил на стол небольшую бутыль и поставил ее перед Льюисом. Потом, нахмурившись, спросил. «Как вы сюда попали? Я не слышал, чтобы открывали парадную дверь». Помощник шерифа спрятал бутыль в боковой карман пиджака и спокойно ответил. «Я припарковался в переулке возле черного хода. Вся улица перед зданием занята машинами от Фэллоу». «От Фэллоу?» – похоронщик с беспокойством осмотрел свой стол. «У них оформлены документы на сегодняшнюю благотворительную распродажу», – пояснил Льюис. Он быстро наклонил голову и посмотрел в окно. «Да, похоже, что это машины от Фэллоу. Они стоят поперек улицы». Холщовое покрытие на фасаде морга изгибалось под порывами ветра, и потеки дождя уже появились на стеклах. Льюис выпрямился. «Зря я оставил плащ в машине. Пока доберусь, то так намокну, что буду крякать». Джонсон приоткрыл дверь офиса и произнес. «Двое наших посетителей как раз уходят. Они…» «Все же я неисправим», – перебил его Льюис. Он обошел Джонсона и направился через фойе. Рука похоронщика легла на плечо помощника шерифа. «Я должен вас вывести через центральный вход». Льюис остановился. У него возникло несколько вопросов. Но сейчас он просто выдавил. «Но ведь на улице дождь. Я могу намокнуть и простудиться». «Сожалею», – непреклонно ответил Джонсон. Другой человек, возможно, просто пожал бы плечами и подчинился столь идиотскому требованию. Но Льюис был сыном проктора Льюиса, бессменного президента общества «Круглый стол» Шерлока Холмса из округа Бенбери. Он съел зубы на дедуктивном методе и попробовал воспользоваться логикой. Он восстановил в памяти коридор, полностью пустой, вот только баллоны возле черного хода. «Что хранится в металлических баллонах?» – поинтересовался он. Рука похоронщика напряглась и слегка подтолкнула его к выходу. «Только бальзамирующая жидкость, она доставляется в таких сосудах». Уэлби глянул на его вытянувшееся лицо, вывернулся и направился к выходу. Ливень затопил все вокруг потоками воды. Льюис обижал морг, возвращаясь к машине. Затем прыгнул в нее и стал ждать. Его часы показывали 9.28, когда появился служащий и подошел к дверце. Льюис поудобнее устроился на сиденье и опустил стекло. «Когда будете выезжать, просигнальте», – сказал служащий. «Мы открываем только по сигналу». «А когда будут выезжать другие посетители?» – поинтересовался Льюис. Похоронщик остановился на полпути. «Что другие посетители?» – переспросил он. «Которые будут сегодня выезжать по сигналу?» «Должны несколько работников», – объяснил похоронщик. «Но пока никто не сигналил». «Благодарю», – сказал Льюис, поднимая стекло и включая двигатель. Весь путь от морга до больницы его мучили вопросы. Главными из них были, почему лгал Джонсон и что там такое спрятано в коридоре. В окружной больнице он передал бутыль в лабораторию, нашел телефон и позвонил в центральный морг Бенбери. «Мы тут с приятелем поспорили. Не могли бы вы подсказать, как транспортируется бальзамирующая жидкость в морг?» «Мы закупаем ящик», – ответил работник. «В каждом ящике по 24 стеклянных 16-унцевых бутылочек. Раствор красного или оранжевого цвета при использовании создает полную иллюзию живого. Он имеет запах клубники. Мы гарантируем полное сохранение». «Я только хотел знать, как он перевозится. Можно ли это сделать в металлических баллонах?» «Разумеется, нет», – воскликнул мужчина. «Раствор их разгидает». «Спасибо», – сказал Льюис и повесил трубку. Следуя традициям Шерлока Холмса, он пришел к ему заключению. Если человек врет о вещах незначительных, значит, они наверняка весьма важны. Он вышел из будки и столкнулся с доктором Беллармейном. Это был высокий, светловолосый человек с задубевшей кожей. Его голубые глаза пронзали собеседника, как два скальпеля. «О, да это Льюис», – завопил он. «Мне говорили, что вы занимаетесь этим делом. В крови этой женщины столько алкоголя, что хватило бы для умершвления слона. Мы проверяем смывы желудка, но вряд ли это даст что-нибудь новенькое». «Женщина?» – переспросил Льюис. «Старая алкоголичка, которую вы подобрали в будке возле площадки», – пояснил Беллармейн. «У вас что, амнезия?» «О, конечно», – пробормотал Льюис. «Буду благодарен, если найдете что-нибудь еще. Спасибо, док». Он пожал руку хирурга и добавил про себя. «Сейчас пойду на охоту». Вернувшись в офис, Льюис устроился за столом и позвонил в морг Джонсона Тула. Ему ответил незнакомый мужской голос. «Производится ли в вашем морге кремация?» – поинтересовался Льюис. «В нашем морге нет», – ответил голос. «Но у нас есть договор с крематорием Роус Лаун. Приезжайте, и мы обсудим ваши проблемы». «Не, не сейчас, спасибо», – произнес Льюис и положил трубку. «Кто-то умер?» – послышался голос от входной двери, оторвав Льюиса от размышлений. Приподнявшись, он увидел шерифа Кзернака. «Нет», – сказал Льюис, усаживаясь на стул. «Я просто столкнулся с загадкой». «Дог Беллармейн что-то выяснил насчет дамы Кирино?» «Алкоголизм», – ответил Льюис. Он откинулся на спинку стула, положил ноги на стол и уставился в испачканный потолок. Шериф прошел через комнату и уселся под календарем. «Глупостями занимаешься», – небрежно протянул он. «Я вижу, что ты, парень, пытаешься разгадать какую-то головоломку». «Да», – согласился Льюис и рассказал об инциденте в морге. Кзернак взял шляпу и повертел ее в руках. «Ты слишком суетишься, Уэлби. Все проблемы, как правило, имеют простое решение». «Я так не думаю», – возразил Льюис. «Это почему же?» «Я не знаю», – покачал головой он. «Я просто так не думаю и чувствую, что в морге есть что-то этакое». «Что ты думаешь по поводу содержимого баллонов?» – спросил шериф. «Я не знаю», – признался Льюис. Шериф нахлобучил шляпу и произнес. «Да, кое о чем они умолчали. Но ты... Твои проблемы плодятся, как кролики. Иногда я думаю, что это твое хобби – лезть людям в душу». «Я с причудой», – согласился Льюис. Он опустил ноги на пол, почесался и принялся насвистывать. «Какой ужас! У тебя шесть голов!» – засмеялся шериф. «Разумеется, нет», – откликнулся Льюис. «Но сердце мое справа, как у всех нормальных людей». «Не заметил», – сообщил шериф. «По-моему, ты сейчас просто рисуешься». «Причудо», – заявил Льюис. «Это именно то, что я заметил у похоронщика. Он был очень похож на вьюнка. Но был ли он чудаком?» Льюис почесал затылок. «Нет, я бы заметил». Кзернак присел на стул и произнес. «Знаешь, что я тебе скажу? Сегодня прекрасная погода. Почему бы тебе не прогуляться?» «Кто-нибудь будет мне помогать?» «Барный Келлер. Он через полчаса вернется. Как раз отвозит повестку в суд Юджину Гордону». «Ладно», – согласился Льюис. «Когда он вернется, скажите ему, чтобы прогуливался до Отфеллу и обратно. И чтобы внимательно за всем наблюдал. Я хочу, чтобы он обратил особое внимание на верхнюю комнату и парадный вход морга. Может, кто-то выйдет или зайдет. Заодно пусть присматривает за баллонами. Если их вынесут, то пусть проследит, где их будут размещать». «А ты чем займешься?» – спросил шериф. «Буду искать место, чтобы вести за черным ходом постоянное наблюдение. Я дам знать, если что-нибудь раскопаю». Он нервно постучал пальцами по столу и добавил. «Когда Джо Вэлш вернется, то пусть меня сменят». «Конечно», – согласился Кзернак. «Хотя мне кажется, что ты лаешь на пустое дерево. Вполне возможно, но что-то в морге меня беспокоит. Я подумал, что похоронщику очень легко избавляться от нежелательных трупов». «Может, он их прячет в баллоны?» – засмеялся шериф. «Нет, они слишком малы», – Льюис покачал головой. «Просто мне не нравится, что парень лжет». В половине одиннадцатого Льюис приблизился к цели своих поисков – офису доктора. Тот расположился в здании, стоящем поперек аллеи в двух шагах от морга. У доктора было три комнаты на третьем этаже. Из дальней просматривался задний двор морга. Льюис сумел уговорить доктора, и одна из медсестер расположилась там с биноклем. В полдень он отнес ей лэнч, гамбургер и стакан молока, и сообщил шерифу о своем местонахождении. Затем сменил медсестру и стал наблюдать сам. Доктор зашел к нему в пять часов. Он дал ключ и попросил запереть дверь, когда Льюис будет уходить. Он напомнил доктору об его обещании помалкивать. Тот вернулся и вышел. Вскоре хлопнула дверь, и в офисе воцарилась тишина. В половине восьмого стемнело, и во дворе морга уже ничего нельзя было различить. Льюис уже совсем собрался уходить, когда два фонаря залили янтарным светом окно комнаты. Джо Уэлш постучал в дверь офиса в двадцать минут девятого. Льюис открыл ему и быстро вернулся к окну. Уэлш последовал за ним. Новый помощник был высок, нервно курил одну сигарету за другой и страдал хроническим косоглазием. Он занял место рядом с Льюисом и спросил. «Так чем мы сегодня занимаемся? Шериф говорил мне что-то насчет ацетиленовых баллонов». «Под этим можно подразумевать что угодно», — возразил Льюис. «Но я чувствую здесь что-то темное», — он коротко рассказал об утренней встрече. «Не очень-то я заинтересовался», — заявил Джо. «И что, по-твоему, спрятано в этих баллонах?» «Хотелось бы самому знать», — ответил Льюис. Уэлс отошел в угол комнаты, закурил сигарету и вернулся. «А почему не спросить это у Джонсона напрямую?» «Он позер», — сказал Льюис. «Я спросил его, и он соврал. И это подозрительно. Я хочу видеть, как вынесут эти баллоны и знать, куда их отнесут. Это и будет ответом». «Ты уверен, что он отвлекал тебя именно от баллонов?» — поинтересовался Вэлш. «Это был прекрасный коридор», — признался Льюис. «Дверь в конце и ничего, кроме стен. Только эти болванки. Но, возможно, эти баллоны были приготовлены к вывозу. Ты их видел до полодиннадцатого, а потом были разговоры, и Келлер там появился около одиннадцати. Они могли их уже вывезти, если это было действительно что-то противозаконное». «Я думал над этим, но сомневаюсь, что они успели это проделать. Сейчас я пройдусь, перекушу в закусочной, а заодно спущусь на аллею и гляну в щелочку». «Ты будешь слишком заметен при таком освещении», — заметил Вэлш. Льюис посмотрел на гараж. «Если ты находишься за дверью, то можешь видеть только полосу вдоль стены, остальное в тени. Свет идет из коридора, я попытаюсь заглянуть в дверное окошко. Баллоны были высокие, я сумею их разглядеть». «А если их перенесли в другое место», — предположил Вэлш. «Значит, я смогу зайти в морг и вытрясти душу из Джонсона», — ответил Льюис. «Наверное, это нужно было сделать вначале, но это накалило бы обстановку. А мне просто не нравятся тайны в морге». «Прекрасное название для детектива», — проговорил Вэлш. «Тайна морга», — он прокашлялся и продолжил. «Смерть внутри. Звучит внушительно и достаточно неприятно». Вэлш выкурил новую сигарету и бросил окурок на посуду. А Льюис поднял поднос и стряхнул с него пепел. «Возможно, ты прав», — произнес Вэлш. «Меня впечатляет только одна вещь. Как сказал шериф, твои проблемы плодятся как кролики». «Это все, что тебе рассказывал шериф?» — поинтересовался Льюис. «Какой ужас. Он считает, что ты попусту тратишь время». «Ничего не предпринимай, если только тебя не подтолкнет что-нибудь подозрительное». «Хорошо». Вэлш кивнул, затем глянул на пылающий огонек сигареты и перевел взгляд на морг. «Во всяком случае похоронщики заставят меня вздрогнуть», — пробормотал он. Льюис купил горячий сэндвич с мясом и две чашечки кофе. Снова вернулся на улицу, где по-прежнему было холодно и сыро. Ветер поднимал поло его плаща. Он пробрался в тень от гаража и нашел широкие доски при входе в полуподвал. Цепляясь за доски, ступил на мягкую землю, размытую ручейками стекающей воды. Он тихо прокрался к краю тени и заглянул внутрь морга. Баллонов не было. Льюис вздохнул и, выйдя на освещенную часть двора, заглянул в окно. Коридор был пуст. Он вернулся к центральному входу и нажал кнопку ночного вызова. Дверь открыл заспанный мужчина в мятом костюме. Льюис почувствовал теплый цветочный запах и спросил. «Джонсон здесь?» Мужчина кивнул. «Будьте добры, скажите мистеру Джонсону, чтобы он спустился вниз. Это официальное дело!» Льюис предъявил удостоверение. «Разумеется», – отозвался мужчина. «Вы можете пройти в кабинет и присесть. Я доложу мистеру Джонсону о вас». «Благодарю», – произнес Льюис. Он прошел в кабинет и рассматривал цветную фотографию Мартина Лассена до тех пор, пока служитель не поднялся по лестнице в другом конце фойе. Льюис внимательно осмотрел кабинет и подошел к двери, ведущей в холл. Она была заперта. Льюис попытался ее взломать, но она даже не шелохнулась. Льюис заметил небольшую щель и заглянул в нее. Увиденное его потрясло. Три металлических баллона стояли именно там, где он и предполагал. Льюис вернулся к столу, взял справочник и нашел телефон офиса доктора. Он набрал номер и в трубке прогремело. «Да, это Льюис. Ничего не случилось?» «Нет», – ответил Уэлш. «С тобой все в порядке?» «Тут нечто удивительное», – сказал Льюис. «Будь внимателен». Он положил трубку и обернулся, ища глазами высокую фигуру Джонсона. «Что случилось, мистер Льюис?» – спросил тот, входя в кабинет. «Я хотел бы увидеть металлические баллоны». Джонсон остановился. «Какие баллоны?» «Те, что стоят у вас в холле», – пояснил Льюис. «О, с бальзамирующей жидкостью. Вы что, интересуетесь бальзамированием?» «Давайте просто посмотрим на них», – предложил Льюис. «Я полагаю, что у вас есть ордер», – поинтересовался Джонсон. Подбородок Льюиса резко дернулся, и он пристально уставился на собеседника. «Вы хотите иметь много неприятностей?» – спросил Льюис после небольшой паузы. «У вас есть какие-то основания, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?» «Я предполагаю, что в баллонах содержится не бальзамирующая жидкость. Давайте просто посмотрим, чтобы не затягивать и не усложнять это дело». «Как вам угодно», – пожал плечами Джонсон. Он прошел в кабинет, открыл дверь и пропустил Льюисов коридор к баллонам. «Насколько мне известно, бальзамирующая жидкость поступает в стеклянных бутылочках». «Но это новинка», – ответил Джонсон. «Эти баллоны имеют внутреннее стеклянное покрытие. В них жидкость хранится под давлением». Он приоткрыл кран, и оттуда пролилась струя жидкости с резким запахом. «Жидкость для бальзамирования так не пахнет», – решил уточнитель Льюис. «Это новинка. Мы добавляем ароматизаторы только при непосредственном использовании», – ответил Джонсон. «Когда вы их получили?», – поинтересовался Льюис. «Их доставили на прошлой неделе. Это оптимальное место для хранения». Джонсон улыбнулся Льюису, сохраняя при этом холодный и бдительный взгляд. «Почему это вас заинтересовало?» «Обычное профессиональное любопытство». Льюис прошел к двери, отодвинул спингалет, вышел наружу и заглянул в окошко. Баллоны были оттуда видны. Он вернулся в коридор. «Продолжает врать», – подумал Льюис. «И слишком правдоподобно». «Я пришел, чтобы тщательно осмотреть это место», – сказал он. «Но почему?», – выразил протест Джонсон. «Чтобы получить кое-какие результаты. Но если вы хотите, я могу уйти и вернуться уже с ордером». Он попытался обойти Джонсона, но сильная рука схватила его за плечо, и что-то уперлось ему в живот. Посмотрев вниз, Льюис увидел ствол пистолета. «Мне очень жаль», – процедил Джонсон. «Но поверьте, я это сделаю». «Тогда вы пожалеете еще больше», – выдавил Льюис. «Человек в комнате напротив знает, где я». На лице похоронщика проступила нерешительность. «Лжете». «Пройдемте», – сказал Льюис. Он остановился в дверях черного хода и посмотрел на окно, за которым прятался Уэлш. На темном фоне огонек сигареты его помощника выделялся очень четко. К счастью, Джонсон не обратил на него внимания. «А сейчас вы проведете меня к парадному входу», – приказал Льюис. «В этом нет необходимости», – произнес Джонсон. «Мне кажется, что ты просто изображаешь из себя героя-одиночку. Мы пройдем и еще раз посмотрим на окно, верно?» «Что это вы себе вообразили?» «Я это предвидел», – ответил Джонсон. «Но был озабочен другими проблемами. Вы меня своим посещением просто напугали». «Может, вы все-таки проводите меня к выходу?» – поинтересовался Льюис. «Я знаю, что вы там уже побывали, пока служащий меня разыскивал», – спокойно сказал Джонсон и снова поднял пистолет. «Возвращаемся в кабинет». Льюис подчинился, но уже в дверях попытался оглянуться. «Отвернись», – прорычал Джонсон. Но было уже поздно. Льюис заметил, что баллоны исчезли. «Что это было за жужжение?» – спросил он. «Всего лишь стабилизатор». В кабинете Льюиса указали на стул. «Что вы искали?» – спросил похоронщик, усаживаясь на стол. Его пистолет отдыхал рядом. «Я это уже нашел. И что же это такое было?» «Улики, которые подтверждают, что это место нужно хорошенько потрясти». Джонсон улыбнулся, придвинул к себе телефон и положил трубку на стол. «Как позвонить в офис?» – Льюис ответил. Джонсон набрал номер и чуть помедлив сказал. «Привет, это Льюис». Полицейский чуть не упал со стула. Джонсон говорил его собственным Льюиса голосом. Похоронщик вновь предупреждающе поднял пистолет. «Есть какие-нибудь новости?» Выслушав ответ, Джонсон продолжил. «Нет, ничего интересного. Я просто посмотрел. Я позвоню, если что-нибудь найду». Он положил трубку на место. «Отлично!» – просипел Льюис. Джонсон поджал губы. «Это невероятно. Просто человеческий...» Он внезапно остановился и уставился на Льюиса. «Моя ошибка в том, что все было слишком правдоподобно». Он пожал плечами. «Вы надеялись меня одурачить?» «Я этого не хотел, но был шанс». Его пистолет внезапно поднялся и дуло уставилось на Льюиса. «Это и есть шанс. И я им воспользуюсь». Выстрел. Льюиса прижала к спинке стула. Как сквозь туман он видел, что Джонсон подносит пистолет к виску, затем падает на пол. И тут Льюис словно провалился в глубокую пропасть. Он не мог понять, где находится и чем занимается. То он бежал по пещере, спасаясь от чудовища с огненными глазами, пытающегося поймать его своими щупальцами. Льюис кричал. «Просто человек! Просто человек!» И голосу его вторило эхо. Он дернул головой, и голос пропал. Однажды он увидел в пещере пасть, словно подсвеченную изнутри. Яркое пятно росло и, наконец, превратилось в белые стены больничной палаты. Льюис повернул голову и увидел баллоны, такие же, как в морге. «Это приведет его в себя!» Раздался громкий голос. У Льюиса все закружилось перед глазами. Белая фигура уплывала куда-то вдаль. Ее лицо преталось за кислородной маской. Усилием воли Льюис попытался удержаться в реальности окружной больницы. В голове ритмичной капелью отдавался стук часов. И вдруг он почувствовал облегчение. Он явно пошел на поправку. Открыв глаза, Льюис увидел перед собой шерифа Кзернака. Его лицо расползалось в улыбке. «Мальчик, ты всех нас заставил поволноваться!» Льюис попытался сглотнуть. «Что?» «Ты родился в рубашке, хотя ума тебе это не добавило!» Засмеялся шериф. «Тебя спасло то, что сердце твое с правой стороны!» И Джо услышал выстрелы. Молодой врач вмешался в эту задушевную беседу. Пуля задела край легкого и повредила ребро. «Вы действительно родились с ложкой во рту!» Джонсон вспомнил Льюис. «Мертвее трупа!» Отмахнулся Кзернак. «Вечно ты влезаешь в какие-то истории!» «Джо вообще рассказывает что-то маловразумительное!» «Что с этими баллонами для бальзамирующей жидкости?» Льюис еще раз мысленно прокрутил свою беседу с похоронщиком. «Ага. Вот в чем был смысл!» Бальзамирующая жидкость доставляется в стеклянных бутылочках. «Мы нашли баллоны в коридоре!» «Продолжил шериф. И теперь не знаем, что с ними делать!» «В холле?» Льюис вспомнил пустой холл, откуда его уводил Джонсон. Он попытался привстать, но острая боль заставила его передернуться. Доктор осторожно уложил его обратно на кровать. «Вот так!» И утверждает, что бальзамирующая жидкость!» Льюису припомнился резкий запах, пронесшийся по комнате после того, как Джонсон приоткрыл на баллоне вентиль. «Нельзя ли принести немного этой жидкости? Я хорошо помню ее запах!» «Сейчас», — сказал доктор. «Только не давайте ему вставать. Может, снова начаться кровотечение!» Он вышел. «Где вы нашли эти баллоны?» Спросил Льюис. «Возле черного хода. А где, по-твоему, они были?» «Я еще точно не знаю», — пояснил Льюис. «Сделайте вот что. Возьмите...» Дверь открылась, и вошел доктор с пробиркой в руке. «Вот то, что вы просили!» Он поднес пробирку к носу Льюиса. Тот почувствовал сладкий аромат мускуса. Это было не похоже на резкий запах из баллоны. «Это объясняет, почему исчезли баллоны», — подумал Льюис. «Кто-то их просто подменил. Но что было в тех, других?» «Ты хотел что-то сказать», — напомнил шериф. «Да», — опомнился Льюис. «Идите вместе с ребятами в морг. Разворотитесь стену позади того места, где нашли баллоны. Заодно вскройте пол». «Что мы должны найти?» — поинтересовался Гзернак. «Откуда я знаю?» «Наверное, что-нибудь интересное. Баллоны за моей спиной постоянно то появлялись, то снова исчезали. Я хочу разобраться в этом фокусе». «Надеюсь, ты знаешь, что предлагаешь. Люди шарахаются от морга. Говорят, что он приносит несчастье». «Может, это и неплохо для бизнеса», — улыбнулся Льюис. Затем уже серьезно добавил. «Может, вы думаете, что это и неплохо для того, кто попытался пристрелить вашего человека, а потом застрелился сам?» «Наверное, в твоих подозрениях есть смысл. Наверное, об этом вам известно больше, чем мне. Кстати, где тело Джонсона?» «Его сейчас бальзамируют», — ответил Гзернак. «Уэлби, ты действительно что-то знаешь?» «Да а будет визжать, если заставить его работать самостоятельно?» «Успокойтесь, шериф». «Ладно, может, ты мне все-таки расскажешь про самоубийство Джонсона?» «Говорят, что он был сумасшедшим. Джон должен знать об этом побольше. Док Беллармейн потрошит труп Джонсона и рассказывает ему о прелестях анатомии». «Почему?» «Он говорил что-то о просто человеческом». «Ответ ты на меня прямо-таки вешаешь», — отозвался Гзернак. «Вы будете этим заниматься?» «Вне всяких сомнений». «Но мне это не нравится». Шериф напялил шляпу и вышел из комнаты. Доктор последовал за ним. «Который час?» — бросил им вслед Льюис. «Около пяти. Вы были без сознания, когда вас привезли из операционной. Пять утра или вечера?» «Вечера». «Наверное, вы хорошенько надо мной попотели», — спросил Льюис. «Это была чистая рана. Все было довольно просто. Сейчас обеденное время. Я распоряжусь, чтобы вас обслужили в первую очередь. А потом сиделка принесет снотворное. Вам необходимо отдохнуть». «Как долго мне еще валяться в постели?» «Мы поговорим об этом позже». Улыбнулся доктор, затем повернулся и вышел из комнаты. Льюис повернул голову и увидел стопку журналов на тумбочке. Один из журналов валялся на ковре. Он был хорошо иллюстрирован. Чудовище с выпученными глазами преследовало полуодетую красотку. Льюису припомнился его кошмар. «Просто человек. Просто человек. Просто человек». Эти слова словно звучали с заезженной пластинки. Но какое отношение имел Джонсон к этим галлюцинациям? Студент сиделка принес поднос, установил его на кровать и помог Льюису перекусить. К его рукам, казалось, навечно прикипел гипосульфид. Льюис засыпал, все еще пытаясь найти ответы на мучившие его вопросы. «Он уже проснулся», – произнес женский голос. Льюис услышал, как распахнулась дверь. Он открыл глаза и увидел Кзернака с Уэлшем. Было светло, за окном шел дождь. Мужчины сняли свои плащи и развесили их на стульях. Льюис улыбнулся Уэлшу. «Спасибо за прекрасный слух, Джо!» Уэлш ухмыльнулся в ответ и сказал. «Я открыл окно, как только ты отошел от черного хода. Думал, что ты мне что-то скажешь. Когда ты вошел внутрь, мне показалось странным, что я при открытом окне ничего не слышу». Кзернак встал и пересел на кровать Льюиса. Уэлш с удовольствием расположил свои ноги на освободившемся месте. «Да, а продолжает визжать?» – спросил Льюис у шерифа. «Нет», – ответил Кзернак. «Он умудрился попасть под ливень и теперь валяется дома простуженный. Так что я остался шерифом округа». Он слегка качнул кровать. «Как ты себя чувствуешь, мальчик?» «Боюсь, что буду жить». «Ты идешь на поправку», – отметил Уэлш. «Мы приспособили облегченный микрофон для девочки на календаре. Она жаждет с тобой встретиться. Выглядит все так же завлекательно». «Передайте ей, чтобы немного потерпела», – парировал Льюис. Он глянул на шерифа. «Что вы нашли?» «Пока ничего», – ответил Кзернак. «Помнишь стену за баллонами, которая была оштукатурена? Мы сняли штукатурку и обнаружили под нею провода». «Какие провода?» «Ювелир-старик Келлер сказал, что это серебро. Они там сильно переплетены. К чему они крепятся?» «Ничего мы не нашли», – буркнул Кзернак. «Верно», – обратился он к Уэлшу. «Ничего, кроме проводов», – подтвердил тот. «Что вы собираетесь с ними делать?», – поинтересовался Льюис. «Ничего», – ответил Кзернак. «Мы только хотим узнать, для чего они предназначены». «Что-нибудь под полом?» Лицо Кзернака побагровело. «Мы наверняка вляпаемся», – он прищурил глаза и склонился над Льюисом. «Как ты думаешь, что мы там нашли?» «Я только знаю, что там исчезли баллоны. И что там было?» Кзернак привстал. «Весь участок под полом – это конвейер, который тянется прямо к месту бальзамирования. Там все в кафеле, и только в одном месте – люк и лестница. Каково? И это только небольшой эпизод из фильма «Ужасов». Что там было внизу? Сложный механизм. Какой? Я не знаю». Кзернак наклонил голову и посмотрел на Уэлша. «Глупейшая куча деталей, которые я когда-либо видел», – сказал тот, пожимая плечами. «Дог Беллармейн заглядывал туда после ночного дежурства. Он должен тебя сегодня навестить», – вставил Кзернак. «Он видел все это уже после вскрытия тела?» – переспросил Льюис. «Это вопрос не ко мне», – отрезал шериф. «Ему устроили вскрытие, чтобы он осмотрел морг», – вмешался Уэлш. «Дог не рассказывал, как это было». «Что вы выяснили о персонале морга? Что они говорят про эту тайную комнату?» «Они утверждают, что не знали про нее ничего. По крайней мере, они ее не обслуживали. Этим занимался исключительно Тул вместе со своей женой». «Тул – второй партнер. Его жена тоже лицензированный похоронщик. Я не видел их с той ночи, как в тебя стреляли». Персонал утверждает, что во всем виноват Джонсон. Тул с женой только запирали двери и держали язык за зубами. «Для чего предназначен этот механизм?» «Большая его часть – это конвейер. Остальное как бы подводит пучок труб к бальзамировочному столу. Это был большой?» Кзернака остановил скрип двери. Дог Беллармейн вкатился в комнату с циничной улыбкой на лице. Его глаза осмотрели присутствующих, и дверь словно захлопнула сквозняком. «Я вижу, что пациент практически здоров, а так надеялся, что и для меня найдется работенка». «Он еще всех нас переживет», – вступился Кзернак. «Весьма вероятно», – согласился доктор. Он посмотрел на Льюиса. «Ты готов к небольшому разговору?» «Минуточку, док», – взмолился Льюис. «Джон, у меня к тебе просьба. Отвези один из баллонов в мастерскую и разрежь там его автогеном. Я хочу знать, как он устроен внутри». «Нечего искать работу для других», – огрызнулся Кзернак. «Я не уйду, пока не получу хоть какого-нибудь объяснения». «Но я и сам ничего не знаю», – признался Льюис. «Все кусочки нужно сложить в целое. Я прикован к постели, но когда освобожусь, обязательно займусь этим. У меня десять тысяч вопросов и ни одного ответа». «Успокойся», – сказал Беллар Мэйн. «Все это странно. Я про выстрел. Совершенно лишено смысла. Этот парень попытался прикончить тебя, а потом убить себя. И все это только потому, что ты хотел заглянуть внутрь баллона, но там, к сожалению, только бальзамирующая жидкость. Не буду я их резать». «Вскройте этот баллон специально для меня», – попросил Льюис. «Ладно». Кзернак с Уэлшем встали. «Этот Шерлок хочет нас использовать как мальчиков на побегушках. Давай возьмем...» «Джон, прости», – крикнул Льюис. «Просто я не могу». «Я знаю, что сейчас ты этого не можешь сделать», – сказал Кзернак. «Ты прекрасный человек, Уэлби. Я надеюсь, что доделывать мы будем все-таки вместе». Я отступился, как только увидел этот механизм. Беллар Мэйн подождал, пока за посетителями закроется дверь. Присел на корточки перед кроватью и спросил. «Зачем вы так с ним разговариваете?» Льюис проигнорировал вопрос и задал свой. «Что вы обнаружили при вскрытии?» Док нахмурился. «Я решил, что вы сошли с ума, когда шериф передал вашу просьбу. Только идиот будет осматривать Джонсона, умершего от выстрела в голову. Но я полагал, что у вас есть причина. Я все разрезы при вскрытии делаю заботливо. Но этот был особенно удачным». «Почему?» «Это был тот случай, когда анатом, проделывая обыденную работу, сталкивается с невероятным. Зияющая рана, ясное дело. Я мог все это пропустить. Малый выглядел нормально. Пропустить что?» «Его сердце уникально. Сердечная оболочка состоит из превосходного слоя мышц. Я экспериментировал и слегка касался их скальпелем. Они работают как автоматический замок. Прокол в сердце, и мускульный слой начинает срастаться. Сердце заживляется». «Проклятье!» – простонал Льюис. «Этот парень был уникум», – продолжал Беллар Мэйн. «За время работы мне частенько хотелось обнаружить что-нибудь этакое. При осмотре Джонсона это желание исполнилось. Части позвоночника с улучшенными хрящами, пигментированные сосуды в глазах». «Точно!» Льюис шлепнул ладонью по кровати. «Странно, что я не смог сразу этого понять. В его глазах люди меняли цвет. Я должен был обратить внимание и…» «Вы еще кое-чего не заметили», – перебил Беллар Мэйн. «Его таз был расширен и распределял вес равномерно на обе ноги. Его ступни были изогнуты и выполняли роль центра тяжести. Перепончатое сплетение служило каркасом для внутренних органов. На всех сосудах были клапаны, регулирующие кровоснабжение. Этот Джонсон был обычным человеком снаружи и суперменом внутри. «Что вы думаете о механизме в подвале?» Беллар Мэйн встал и принялся прохаживаться по комнате. Вскоре он остановился и посмотрел на Льюиса. «Я провел полночи в его изучении», – сказал он. «Это было прекрасно задуманное устройство. Главной его задачей было выкачать из трупов кровь и извлечь из нее протеин. Вы думаете, что все это было предназначено всего лишь для получения плазмы?» «Именно для этого», – подтвердил Беллар Мэйн. «Я не думал, что для этого можно использовать трупы», – вздохнул Льюис. «Мы пока этого не делаем», – пояснил Док. «Однако русские над этим усиленно работают. Мы проводим некоторые эксперименты, но…» «Вы думаете, он был коммунистом?» Беллар Мэйн схватился за голову. «Это уж слишком. Это создание было чуждым не только для Штатов, для всей Земли. Я содрогаюсь при мысли о силах, которые были задействованы. У нас нет защиты против такого. Впрочем, у России тоже нет. Как же быть? Несколько исследований подобных существ, и России нас не догнать». «Значит, то, что получалось из трупов и хранилось в баллонах», – Беллар Мэйн кивнул. «Я проверял. Следы на баллонах соответствуют следам на трубах». Льюис приподнялся, не обращая внимания на боль в спине. «Это общечеловеческая…» Боль усилилась, и он снова рухнул на подушку. Доктор бросился к нему. «Вы дурак!» – закричал он, нажимая кнопку вызова и занялся бинтами. «Что случилось?» – прошептал Льюис. «Кровотечение!» – бросил Беллар Мэйн. «Где эта сиделка? Почему никто не отвечает на вызов?» Он оторвал пластырь. Дверь отворилась, и появилась сиделка. Увидев, что здесь происходит, она остолбенела. «Тревога!» – крикнул Беллар Мэйн. «Зовите доктора Эдвардса!» «Несите плазму!» Льюису показалось, что в его голове стучит барабан «Громче! Громче! Громче!» Потом все стихло, и он провалился в темноту. Он проснулся от шороха и звука шагов. Это было ему знакомо. Шуршал халат медсестры, передвигавшейся по комнате. Он открыл глаза и увидел свет, проникавший через открытое окно. «Как вам спалось?» – поинтересовалась сестра. Льюис повернул голову в ее сторону. «Вы новенькая? Я вас не знаю». «Специально! Сейчас вам немного легче, но лучше не двигаться». Она нажала кнопку вызова. Вскоре перед Льюисом предстал Беллар Мэйн. Док пощупал пульс и глубоко вздохнул. «У вас был шок!» – сказал он. «Не пытайтесь двигаться! Вам нужен покой!» Его голос был низким и слегка охрипшим. «Могу ли я задать несколько вопросов?» – попросил Льюис. «Да, но у вас только несколько минут. Вам нужен покой. Что нашел шериф в этих баллонах?» «Они не могут их вскрыть. Металл не поддается пламени резака», – улыбнулся Беллар Мэйн. «Вот и доказательства. А как другие устройства?» «Сейчас!» – Беллар Мэйн присел на стул. «Мы с механиком еще раз осмотрели подвал. Это устройство дает массу продукции с минимальными затратами. Очень толково. Почему? Что хорошего в крови трупов?» «Вы хотели задать только несколько вопросов», – напомнил док, но продолжил. «Может быть, это питательный раствор, может, сырье для вакцины. Это может быть чем-то хорошим?» «Все зависит от того, как извлекается кровь. Здесь много факторов – температура, состояние тела и многое другое». «Но почему?» Доктор запустил руки в свои светлые волосы. «Не могу себе представить», – признался он. «Просто помню, как мы возились с морскими свинками, как изготавливали вакцину из-за родышей, как проводили все опыты с животными». Льюис посмотрел на тумбочку с журналами. Ему припомнилось чудовище с горящими глазами. «Как я помню из научной фантастики», – произнес Льюис, – «эта серебряная сетка в стене является частью массопередачника и используется для транспортировки баллонов. Теперь понятно, почему нет люка возле черного хода». «А может, есть другой путь», – предположил Беллармейн. «А вы догадливы», – сказал Льюис. «Как вы относитесь к теории о чудовище с горящими глазами?» «Это система», – глубокомысленно произнес доктор. «Серебряная сетка служила для управления системой, Джонсон. «Странный металл. Я могу определить это словом чужак. Кстати, вы тоже можете поразмыслить». «Джонсон! Он говорил о просто человеке. Я удивляюсь, как он смог так проколоться». «Их мудрецы тоже знают не все», – сказал Беллармейн. «Но при чем здесь морские свинки?» – спросил Льюис. Доктор нахмурился. «Это устройство выполняло еще одну функцию. Оно подвергало вирусы облучению Икс-лучами, бета-лучами и другими, и помещало их в небольшой контейнер. Маленький такой, с ваш кулак. В своих опытах мы использовали такие и в тех случаях, если вирус опасен». «Вирус войны», – прошептал Льюис. «Ведь его наверняка нет у русских». «Я уверен, там должен был быть эпицентр заражения. Бенбери уничтожили бы, если бы не этот случай». «А может, они этого не готовили?» «Вирус войны готов. Это устройство производило незначительные изменения в обычных микроорганизмах. Этот маленький контейнер с распылителем ждет в...» «В подставке на столе Джонсона», – выдохнул Льюис. «Возможно», – согласился доктор. «Я видел это», – проговорил Льюис. «Но подумал, что это кондиционер. Таким путем они заражали нас измененным вирусом». «Это меня пугает», – сказал Беллар Мэйн. Льюис искоса взглянул на него. «Доктор, что вы делаете с вашей лабораторной крысой, если она оказывается настолько умной, что может предвидеть ваши действия?» «Ладно». Беллар Мэйн посмотрел в окно. «Я не чудовище, Льюис. Наверное, я оставлю ее на свободе». «Нет, хотя...» «Я не провожу подобных опытов. Я использую их для экспериментов с психологическим полем». «Вот для этого я и предназначен», – сказал Льюис. «Сколько я пролежу в постели?» «А что ты можешь сделать?» «Я разведаю путь и скажу им, что пришло время расплачиваться». «Как?» «Нам неизвестен их язык. Мы наблюдали только за одним экземпляром и его смертью. Мы ни в чем не можем быть уверены. Смерти еще будут. Как вы можете такое говорить? Ведь они наверняка знают, что нам известно. Крысиное чувство. Вы ведь сами это неоднократно наблюдали. Мы не имеем права рисковать человечеством. Один из них пытался тебя убить». «Ну, он не был совершенством», – ответил Льюис. «Наделал множество ошибок. И только по этой причине мы должны быть благоразумными. Они могут отправить нас в мусоросжигатель, как неудачу эксперимента. Они...» «У них должны быть настоящий ученый. А Джонсон был обычным чернорабочим. Ученые в состоянии себя контролировать. Конечно, другие существа, другое бытие, другие проблемы. Но мне кажется, что вы правы. Они используют крыс именно для психологических опытов». «Что это за новая идея?» «Возьмите крысу в клетке, заразите ее несколькими вирусами. Поставьте бутылочку с гипосульфитом, отгородитесь серебряной паутиной. Дотроньтесь». «Это идиотизм», – вспылил доктор. «Как вы можете наладить с ними контакт, если даже не знаете их языка?» «Исказите поле, прикасаясь к проволоке куском металла». «Это идиотизм», – упрямо повторил доктор. «Дайте мне крысу, гипосульфит и клетку. Остальное я сделаю сам». Беллармейн поднялся и направился к двери. «В любом случае, это можно будет начать только через пару недель», – бросил он через плечо. «Вы все-таки больны». Доктор открыл дверь и вышел. Льюис отрешенно уставился на потолок, видоизменяющий вирус. В палату вошла сиделка. «Вы должны съесть этот студень». Несмотря на протесты Льюиса, она ввела ему успокоительное. «Предписание доктора», – пояснила сиделка. «Какого доктора?» – пробормотал Льюис. «Доктора Беллармейна». Туман окутал его сознание. Серое облако превратилось в тысячу Джонсонов, которые бегали вокруг с металлическими баллонами. Кричали «А ты сам человек?» И собирали кровь. Гзернак был возле кровати, когда Льюис проснулся. Он повернулся к шерифу и прошептал. «Уже утро, Джон». Рот его был словно забит раскаленным песком. «Ты вовремя проснулся», – сказал Гзернак. «Я уже несколько часов жду. Все это очень подозрительно». «Что произошло?» «Исчез доктор Беллармейна. Мы проследили за ним от лаборатории до морга. Тогда он сделал...» Глаза Льюиса расширились. «Была там клетка с крысой?» «Опять за свое», – прорычал Гзернак и наклонился над Льюисом. «Да, там была крысиная клетка. А теперь скажи, откуда ты это знаешь?» — Вначале расскажи, что произошло. Гзернок нахмурился. — Хорошо, Уэлби. Но после моего рассказа, я думаю, ты дополнишь всю эту историю собственными соображениями. Доктор после разговора с тобой вернулся в лабораторию и взял клетку с крысами, поехал с ними в морг. Наши дежурные его пропустили. Через некоторое время, когда док не вышел, сотрудники забеспокоились и пошли за ним. В холле была черная сумка, и за серебряными проводами был найден... Был? Это была какая-то вещь, а не человек. Провода были порваны, и больше никаких следов доктора. Что они обнаружили помимо этого? Гзернок принялся расхаживать по комнате. Дежурные позвонили мне, и я приехал. Они ничего не трогали. Там была сумка, длинная деревянная жерть с железным набалдашником и крысиная клетка. Крысы разбежались. Было еще что-то в клетке? Слушай, Уэлби, про клетку. Там было нечто скрученное. Я клянусь, что вначале там не было ничего. Дежурные тоже ничего не заметили. Сначала я предположил, что доктор удалился через черный ход, но дверь опечатана. Никто ее не открывал. Я стоял в центре зала и услышал шум, похожий на звук пробки, вылетевшей из бутылки. Я повернулся. Там была только клетка. Она была пуста? Несколько кусочков стекла в гипосульфите. Разбилась бутыль? На мелкие кусочки. Дверь клетки была открыта? Гзернок уставился на стену. Нет, не могу в это поверить. Клетка была та же самая? Разумеется, справа от тех проводков. И провода были порваны? Да. Минутку. Когда я повернулся, то мне показалось, что я увидел их. Льюис вздохнул. Я сейчас отдам распоряжение и вызову доктора. Ты должен знать ответы на все эти вопросы. Он сдал вступительный экзамен, ответил Льюис. И мы все помолимся, чтобы его приняли. А для вас читал Мещеряков Артем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова